Историческое событие годовой давности. 19 марта 2019 года президентские полномочия сложил с себя Ельбаса Нурсултан Назарбаев. Главы России, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси тогда высказывали сожаления в связи с принятым решением, но также подчеркивали, что с уважением воспринимают волю первого президента Казахстана. Прошел год, как преемственность политики Ельбаса обеспечивает действующий глава государства Касым Жамар Тукаев. Международные аналитики и политики называют мирную смену власти в Казахстане. Оригинальной моделью оценивают Казахстан в новой эпохе под знаком плюс. Родоначальник евразийской интеграции. Так нередко называют Нурсултана Назарбаева в российских политических кругах. Там его уважают за идею создания Евразийского экономического союза, плоды развития которого можно видеть сегодня. И за укрепление образцовых, как часто подчеркивают российские власти, отношений между двумя странами. Сотрудничество с Москвой поддерживается преемственностью казахстанской политики. Примечательно, что и первый зарубежный визит Хасым Жамар Тукаева на посту президента состоялся в российскую столицу. Это подчеркивает дипломат, экс-ректор дипломатической академии Министерства иностранных дел России Евгений Бажан. Президент Назарбаев мудрый человек. Он понимает, что демократия и сменяемость власти очень важная вещь. И он, как мне показалось, исходил из того, что есть человек, который способен его сменить. Линия одна. Но другое дело, что он моложе, у него несколько другой жизненный опыт. Может быть, более широкое представление о китайской модели, модернизации о сингапурской модели, где, кстати, тоже работал Касан Жуанчик Министерство в нашем посольстве, в советском посольстве в Сингапуре. Он, по сути, продолжает линию Назарбаева, очень мудрую, очень выдержанную и в внешних делах, и внутренних, но считает, что надо идти вперед. Внешняя политика Казахстана отличается многовекторностью. Это знает сегодня и школьник. В Турции Нурсултана Назарбаева называют аксакалом тюркского мира, а недавно присвоили также звание почетного председателя Тюркского совета. Вице-президент Турецкой республики Фуат Октай в интервью нашему каналу назвал Назарбаева медиатором и признался, что уважает первого президента Казахстана за готовность примирить конфликтующие стороны и предоставить площадки для мирных переговоров. Нурсултан Назарбаев построил развитое государство. Его лидерство ознаменовалось важными решениями, направленными на развитие потенциала страны и народа. Первый президент Казахстана сложил полномочия в мирное время, руководствуясь поддержкой своего народа. Предложил стране достойного преемника, действующего спикера Сената, также уважаемого в стране политика. Я нахожу это очень значимым и запоминающимся шагом. Мы придаем этому особое значение и уверены в укреплении связей наших братских народов. Транзит власти в Казахстане обсуждался год назад и в американской прессе. Вашингтон-Пост проследил хронологию событий 30-летней истории независимого Казахстана под руководством Нурсултана Назарбаева. Журналисты New York Times назвали тогда новость о сложении полномочий первым президентом страны неожиданной и рассуждали о развитости инвестиционного рынка и нефтяного сектора Казахстана. Впрочем, и представители американских СМИ, и в Госдепартаменте США были уверены в сохранении внешнеполитического курса Казахстана. О преемственности курса в интервью нашему каналу заявил и американский политолог, журналист Леонид Гольдин. Я знаю, что Назарбаев столь же активно поддерживал все религиозные конфессии, все этнические и культурные движения в стране. Сегодня это будет продолжаться президентом господином Тукаевым. И нет сомнений, что его прошлый опыт, его огромный дипломатический опыт ему, безусловно, поможет в решении этих проблем. Есть, конечно, сложности в стране, они неизбежны, но очень важно, как они решаются, эти проблемы. Президент нашел возможным лично участвовать в их разрешении. Он нашел возможным создать систему, при которой не кланы, не протежирование, а личные достоинства определяют возможность социального продвижения и утверждения в структурах власти. Международные эксперты оценивают Казахстан в новую эпоху через призму принятых за этот год решений и достижений. И отмечают в этой связи именно успешность реформ страны, нацеленных на модернизацию и консолидацию общества.